Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Рад приветствовать вас на своем канале. С уровня 9200-9400, собственно говоря, мы с вами, как и ожидали, поход в уровень 12200-12500, мы его с вами дождались. На этом была куча факторов, которые я обозначал в предыдущих выпусках. Я никоим образом никогда не менял свои соображения по рынку, не переобувался. Ну, это, наверное, какой-то показатель. Поэтому уже нажми на эту кнопку «Подписаться», которая внизу или здесь, или здесь. Хочу 12000 уже подписчиков, ну, просто для того, чтобы было ровное число. Все же должна быть какая-то благодарочка от вас за годный анализ рынка. Ладно, давайте теперь более серьезно рассмотрим, чего нам стоит ожидать от текущих уровней, в чем опасность текущих уровней. Потому что, на самом деле, сейчас все не так однозначно, как хотелось бы. Но, опять же, у нас есть сигналы, которые нам покажут движение актива с большей вероятностью. Также с вами обсудим еще ситуацию по альткоинам. Ну и поделитесь своим соображениями, чего ждут актива краткосрочно, среднесрочно, ну и более глобально. Перед тем, как начну, хотел бы попросить вас обратить внимание на канал Криптолобби. Это небольшой канал, но очень полезный. Вы сами прекрасно знаете, я очень редко говорю слово «рекомендую». Действительно рекомендую вам подписаться на канал Криптолобби. Очень интересная информация, как хранить активы, как заводить, какие стратегии торгов. Очень-очень все по полочкам. Действительно достойный канал. Канал небольшой, там никакой коммерции. И действительно, автор делится очень годными соображениями. Друзья, я вам действительно рекомендую данный канал. Ссылку вы найдете в описании. А мы с вами, собственно говоря, продолжаем разбирать крипторынок. Вначале напомню вам, собственно говоря, почему же я ожидал, что от 9000 у нас будет отскок. Основная причина это то, что я немножечко убрал на второй план теханализ. Потому что по теханализу все-таки более вероятно было движение именно правильно. В уровень 7900-8500. Здесь очень сильно себя выдавал маркетмейкер. Действительно, были очень сильные откупы 10 тысяч долларов. Очень сильные откупы 11 тысяч долларов. Но согласитесь, нет никакого смысла гнать на низкие уровни, вплоть до уровня 6 тысяч долларов. И при этом откупать на многие миллионы долларов данный актив. И причем откупается очень жестко, откупалось очень жестко в моменте на большие средства. Также очень хорошо было видно искусственное удержание уровней. Ну и множество других факторов, которые в среднем показывали, что стоит с большей вероятностью ожидать продолжения роста. И продолжение к уровню 12200-12500. Данное движение мы получили. Давайте разбираться, чего я ожидаю краткосрочно, среднесрочно и более долгосрочно от актива. Так, давайте сразу биткоин. Локально он у нас после роста немножко просел. Эту ситуацию мы разберем. Давайте вначале более глобальную ситуацию разберем. Почему сейчас уровень вообще такой сложный и такой важный. Смотрите, мы сейчас явно рисуем нисходящий канал по вершинам движений среднесрочных, даже уже можно сказать более глобальных. И по низам. То есть, низа понижаются, верха понижаются. И в технике, по технике логичнее всего ждать движения вот в уровень там 8900-8700. Это довольно логично. Это действительно так. Но стоит здесь учесть один важный момент. Во-первых, про торговку уровня важная. Хочу обратить момент в то, что коснулись, пошли коррекции. Коснулась, пошла коррекция. Здесь у нас идет про торговку. Потому что, во-первых, ну, если уже сейчас локально мы посмотрим, наблюдать, там, во-первых, очень большие позиции набираются. Во-вторых, все-таки уровень более сложный. Потому что, если мы его с вами пробиваем, то мы можем лететь, ну, извините, уж там вообще вплоть до 15-17 тысяч. Но это если по технике. Но пока что об этом рано. И то, что мы сейчас наблюдаем какие-то тут резкие движения, это вполне нормально. Потому что здесь действительно большой продавец. Но и на таких движениях, на такой консолидации виден этот большой покупатель. Смотрите, какие здесь довольно серьезные объемы торгов. И рынок не валится. Что, в принципе, дает мне возможность предполагать, что дальше мы с вами будем пробиваться вверх. Вообще, очень полезно, особенно новичкам, как можно чаще смотреть ситуацию на крупных таймфреймах. Потому что, когда ты открываешь там совсем мелкий таймфрейм, ну, это выглядит жестко. Это выглядит стрёмно. У тебя тут жесткое падение, жесткий там рост. И на самом-то деле это просто набор ликвидности, сбор стопов. Даже по последнему движению. Несмотря на то, что когда мы достигли уровня там 12-200, я в закрытом своем телеграм-канале давал. Вот давал вечер добрый по ситуации в моменте. Актив неплохо торгуется. Глобально, нормально, коррекция 11-100-11-300. Дальше, соответственно, описывал вот ситуацию. Какие здесь ситуации вообще могут быть в принципе на рынке. И вот по фиолетовому сценарию плюс-минус я рассматриваю дальнейшее движение. Да, кстати, кто хочет подписаться на мою группу с ежедневными обзорами, она закрыта. Она платная, 10 долларов в месяц. Форуму найдете в описании. Кому интересно, жду в команде. Нас уже там в районе 200 человек. Это недорого, я считаю, очень полезно. Собственно говоря, о чем я? Вот это вот движение, это коррекция абсолютно нормальная на таком росте. Потому что упираемся в серьезный уровень сопротивления. И от него в любом случае можем наблюдать продажи. Сейчас мы получили покупателя. Покупатель здесь, покупатель здесь, покупатель здесь. Везде был очень агрессивный. И сейчас у нас формация, что мы вроде выходим обратно за 12 тысяч, кстати говоря. Ну вот, собственно говоря, я писал. Думаю так, с таким покупателем-продавцом, которого мы наблюдаем сейчас, можно ожидать 12-200, выше говорить рано. Ну, мы вот плюс-минус ушли. Сейчас опять пошли на коррекцию. Но это я бы не назвал коррекцией. Это все же больше срыв стопов. Причем, собственно говоря, понимаете, что этот вертолет был рассчитан на лонгистов. Соответственно, если рассматривать ситуацию более локально, со срывом лонгистов, думаю, все-таки мы будем вот эту 12-200, 12-500 зону тестить. И в итоге ее будем пробивать. Теперь, какой у нас следующий довольно важный уровень? Следующий довольно важный уровень у нас находится рядышком с вот этой вершиной. То есть, это уровень плюс-минус 12-700, 12-900. Здесь, я тоже думаю, будет какая-то остановочка. Но при этом хочу учесть, что уже будет локальный даунтренд сломлен. И, соответственно, преломление 12-700, 12-900 будет показывать нам то, что очень высокая вероятность. Там преломление хая 13-500, плюс-минус, потому что это все тени. По данной сделке, соответственно, те, кто ходили вот тут, плюс я еще давал вход на 10-200, 10-500. Считаю, ограничение убытков должно быть под уровнем стопов. То есть, это где-то уровень 10-900 плюс-минус. Реально, думаю, локально ниже чем 11-100, 11-300 нас отправлять с вами не будут. По альте, соответственно, по риплу, как и было, ограничение убытка 28 центов. В принципе, если рассматривать всю альту, она довольно неплохо стоит. Особенно вот рипл, хотел бы учесть, что он здесь тоже, смотрите, видите, у него здесь явный набор позиций. Это, во-первых, из глобальной точки зрения круто, и еще то, что он сформировал канал и сейчас находится у нижней границы канала. Определенно, сейчас будут покупки, и, ну, даже локально здесь можно забрать пару центов, а это уже неплохой процент. Но более глобально вся эта формация будет ломаться, а вот так я вообще смотрю, прям один в один очертание битка. Нет, здесь стоят стенки 0.32, 0.33, очень жесткий, очень автоматизированный курс, специально принудительно держит в этом канале. Канал отпустит, сразу будем стрелять на 0.40, но это мое соображение. Поставить здесь стоп за 0.28, там, ограничение убытков, ну, либо будильники, ну, логично. Я считаю, что войти в сделку, там, и поставить это ограничение убытков, здесь очень хорошее соотношение риск-прибыль. По крайней мере, также в своей группе я эту сделку дал, не переносил ограничение убытков, но я эту сделку дал раньше. То есть, эта сделка уже какое-то время, она держится. Ну, что здесь, грубо говоря, понимаете, если вот здесь я ее давал, да, что здесь плюс-минус ситуация одинаковая. Это плюс-минус бычий сетап с накоплением объемов и дальше выходом вверх. И плюс-минус любая альта сейчас такое показывает. Ну, я все же обращал бы внимание вот на альту, которая находится у своих зимних минимумов, потому что здесь все-таки, ну, более безопасная тема, что ли, в них входить. Теперь давайте подведем краткое резюме. Совсем локально, думаю, могут трясти, трясти вплоть до уровня 11.100-11.300. На самом деле, большой погоды это не играет, потому что совсем локальный аптренд, который там есть, это не преломляет. Более среднесрочно, ожидая обратного выхода за 12, 12.200, более долгосрочно все же, думаю, что мы 12.200 будем пробивать и уйдем на тест 12.800. Там уже надо будет смотреть в моменте, какой продавец, какой покупатель. Дальше, ну, просто не вижу смысла что-то прогнозировать. Соображения такие, не забывайте подписываться на канал Криптолобби. Ссылку на него вы найдете в описании. Также в описании вы найдете форму на подписку на мой канал с ежедневным обзором рынка. Ну, собственно говоря, поддержите канал уже. Давайте наберем 12 тысяч. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Работаем до следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok